Вы смотрите юридический ликбе, с вами Ева Геворгян. Здравствуйте! Сегодня говорим о земельных участках, расскажем о том, как их узаконить и о юридических аспектах, совершаемых с ними сделок. Ну а для начала немного аналитики. Стоимость земельного участка зависит от множества факторов. Района, юридического статуса земли и ее назначения, размера участка, наличие коммуникаций. Поэтому, говоря о стоимости земли, в первую очередь нужно понимать, каков вид ее разрешенного использования. Самым распространенным вариантом в городской черте будет земля под индивидуальное жилищное строительство. Средняя стоимость одной сотки в городской черте на текущий момент составляет около 200 тысяч рублей. Надо отметить, что в среднем цены на земельные участки растут быстрее, чем, например, на квартиры. С февраля 2013 года средняя их стоимость выросла на треть. Рост цен различается для разных районов города. В Красноперекопском районе за год цена почти не изменилась и сейчас составляет чуть более 160 тысяч рублей. Во Фрунзенском ценник вырос с 200 до в среднем 250 тысяч рублей, в Заволжском со 100 до 160, а в Держинском с чуть менее чем 160 тысяч рублей до 250 с хвостиком. При этом разброс цен в любом районе и в целом по городу очень велик. Минимальная цена на текущий момент составляет 60 с небольшим тысяч рублей, а максимальная чуть-чуть не дотягивает до 700 тысяч. В течение года встречались предложения и по 800 тысяч за одну сотку. Ярославский район с точки зрения ценовой привлекательности явно выигрывает по сравнению с городом. Участок под Ижесе в радиусе 20 километров от Ярославля обойдется в среднем в 50-55 тысяч рублей за одну сотку. Если говорить о земле сельхоз назначения, то в Ярославском районе средняя стоимость одной сотки составит 20-30 тысяч рублей, а в городской черте около 60 тысяч. При этом разброс цен не меньше, чем в случае с землей для Ижесе. Например, в городе есть участки и за 14, и за 100 тысяч рублей за сотку. В целом по городу достаточно четко отслеживается тенденция к уменьшению стоимости сотки при увеличении размеров земельного участка. Такая тенденция характерна для участков с любым разрешенным видом использования, как в городе, так и за его пределами. В целом наибольшим спросом у ярославцев пользуются земельные участки небольшой площадью, не более 20 соток, расположенной преимущественно в Ярославском и Некрасовском районах области. Самым важным критерием для потребителей является транспортная доступность не только личным, но и общественным транспортом, а также наличие хотя бы минимальных коммуникаций. Выражаем благодарность оценочной кампании «Метро Оценка» за предоставленную информацию. Совершить любую сделку в отношении земельного участка невозможно без постановки его на кадастровый учет. О том, как правильно это сделать, узнаем прямо сейчас. Многие живут у нас в квартирах, многоквартирных домах, но в последнее время условия жизни улучшаются, и люди в основном стараются жить, как правило, на природе, за городом. И здесь возникает вопрос с оформлением земельного участка, на котором вы собираетесь построить дом. На рынке на сегодняшний момент находится сейчас достаточно большое количество земельных участков, которые продаются на территории как города Ярославля, Ярославского района, так и всей Ярославской области или в другом. В субъекте Российской Федерации. Но здесь необходимо покупателю всегда обращать достаточно такое внимательное, как бы сказать, отношение иметь к тем документам, которые оформляются на земельный участок. Берем пример. Есть поле большое. В это поле находится много земельных участков. Они выделены и, соответственно, предоставляются группе тех или иных жителей, которые желают построить дом. Но нередки случаи, когда земельный участок находится в небольшом населенном пункте в деревне. Ну и, соответственно, значит, этот земельный участок необходимо правильно оформить для того, чтобы его или купить, или даже продать. Мы сейчас вкратце расскажем необходимость точного измерения этих земельных участков, ну и, соответственно, юридического оформления. Вся система измерений, она строится от того или иного пункта государственной геодезической сети, либо же условной геодезической сети. Ну и, соответственно, люди, они не всегда в этом должны разбираться, должны привлекать квалифицированных специалистов. Заключая договор на проведение межевых работ и кадастровых работ по формированию земельного участка, что такое, значит, межевые работы, это, так сказать, когда выходит специалист на местность, определяет точные координаты того земельного участка, который вы желаете, и потом, значит, оформляет на него межевое дело. Вот межевое дело формирования, это уже называется кадастровой работой. Кадастровый инженер, тот же, который делает измерения как в отношении объектов недвижимости, так и земельного участка, формирует специальное дело, и потом это дело сдает в кадастровую палату сам или отдает вам. Лучше всегда при заключении договора возложить обязательства по постановке на кадастровый учет на межевую организацию или кадастровый инженер. Почему? Если вы взяли на себя эти полномочия, вы получили все документы, они должны быть в двух вариантах, бумажный вариант и электронный носитель, но изменился формат этих документов, и вам придется опять обращаться в межевую организацию, чтобы этот формат документов привести в соответствие с теми требованиями, которые будут на момент сдачи. За последнее время произошли несколько изменений, когда в течение года изменялось два раза формат принятия сведений, то есть изначально был один формат, потом другой, и потом дополнили усиленной электронно-цифровой подписью. Если диск вы получили, допустим, в марте, а понесли его в ноябре, то вам будет решение об отказе в постановке на кадастровый учет, либо при остановлении, в зависимости от того, какие погрешности будут иметься в тех документах, которые вы получили и заплатили деньги. И, соответственно, здесь межевая организация или кадастровый инженер должны вам выполнить эти работы, согласовать с соседями границы этого земельного участка, ну и, соответственно, выдать вам этот документ за своей подписью, с печатями, прошитый, пронумерованный. Вы получили кадастровый паспорт земельного участка. Он вроде сформирован, поставлен на кадастровый учет. Значит, особое внимание надо обратить на категорию земель. То есть в границах того или иного населенного пункта есть различные виды использования земель. Но если земельный участок у вас находится за пределами населенного пункта, на землях рекреационного, категории реперационного назначения, либо сельхозиспользования, там строить нельзя. И вот сейчас много идет строительство на землях сельхозназначения в так называемых дачных некоммерческих товариществах. Да, вы построили этот дом, допускается в дачном некоммерческом товариществе иметь дом, хоть и на землях сельхозназначения, но вопросы связаны с медицинским обеспечением, с транспортным обеспечением, с вывозом бытовых отходов. Это все уже будет функция того добровольного некоммерческого товарищества, где находится земельный участок, в котором вы собираетесь построить дом. Это уже вопрос градостроительной политики называемый. И здесь, если вы приобретаете земли сельхозназначения, даже в ДНТ, стоимость должна быть значительно меньше. Почему? Потому что дополнительные затраты, связанные с обустройством дорог, с организацией вывоза бытовых отходов, с организацией медицинского обслуживания, пожарного обеспечения, это все будет ложиться на плечи вас, как собственников этих земельных участков и будущих строений. После того, как вы поставили земельный участок на кадастровый учет и получили технический паспорт, можете смело совершать сделки с земельным участком. На какие юридические аспекты при этом нужно обращать внимание, расскажет практикующий специалист. При заключении сделки купли-продажи, дарения, мены и иной подобной сделки в отношении земельного участка сторонам сделки нужно собрать следующие документы. Во-первых, это договор купли-продажи, мены, либо иной договор, в соответствии с которым вы собираетесь приобрести либо отчудить земельный участок. Во-вторых, нужно запросить кадастровый паспорт земельного участка. Этот документ содержит в себе описание всех необходимых данных о земельном участке. Указанный документ вы можете запросить в управление Росреестра по Ярославской области либо в его территориальных отделах. Также необходимо обратить внимание, что если земельный участок находится в общей совместной собственности супругов, то есть был приобретен период нахождения супруга в браке, то при продаже земельного участка необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. При подаче документов на государственную регистрацию договора купли-продажи земельного участка либо иной сделки в отношении земельного участка вам необходимо обеим сторонам сделки документы, указанные выше, представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию. В указанном органе вам подготовят и вы подпишите соответствующее заявление. Государственная регистрация права на земельный участок производится в течение одного месяца, календарного месяца с момента подачи заявления. Для подачи заявления вам также необходимо уплатить государственную пошлину, размер которой зависит от вида разрешенного использования земельного участка. Если вид разрешенного использования земельного участка установлен как личное подсобное хозяйство либо для огородничества и садоводства, то такая пошлина составит 200 рублей. Если же вид разрешенного использования земельного участка иной, то пошлина будет составлять 1000 рублей. Многие граждане интересуются, каким образом рассчитывается земельный налог. По этому поводу можно сказать следующее. Земельный налог является местным налогом и устанавливается актом органа местного самоуправления. Зависит он от ставки земельного налога и кадастровой стоимости земельного участка. Для того, чтобы рассчитать земельный налог, вам необходимо кадастровую стоимость земельного участка умножить на ставку земельного налога, установленную в вашем органах местного самоуправления. Указанная ставка может варьироваться от 1,5% до 0,3% от кадастровой стоимости земельного участка. При приобретении земельного участка граждане вправе осуществить возврат уплаченного ими подоходного налога максимально с суммы в 2 миллиона рублей. Соответственно, максимальная сумма, которая будет возвращена, это 260 тысяч рублей. Указанный возврат может быть осуществлен только при приобретении земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства. И то, в этой части имеется ограничение. Такое заявление вы можете подать только после государственной регистрации права собственности на построенный вами индивидуальный жилой дом. Такое заявление может быть подано двумя способами. Через своего работодателя в начале года и тогда на год вперед работодатель обязан не удерживать с вас 13% вашего подоходного налога. Второй способ это по окончании налогового периода года. Вы можете заполнить декларацию, налоговую декларацию и подать ее в налоговый орган по месту регистрации. В течение двух месяцев вам будет принято решение о возврате налога 13% от уплаченной вами за год суммы. При приобретении земельного участка вам хотелось бы посоветовать непосредственно перед подписанием договора купли-продажи либо иной сделки запросить у продавца выписку из ЕГРП, в которой будут отражены все ограничения и обременения вашего земельного участка. Иначе приобретя земельный участок вы можете столкнуться с проблемой, что в отношении него установлены какие-либо ограничения. Это могут быть сервитуты, это могут быть права проезда, прохода, права прокладки трубопроводов и иных линейных сооружений, что может затруднить вам эксплуатацию вашего земельного участка. Сегодня мы говорили о земельных участках, узнали, как правильно их оформить и на что обращать внимание при совершении сделок. Вы смотрели «Юридический ликбез». С вами была Ева Геворгиан. Оставайтесь всегда на стороне закона. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова